Боевой матч получился. Обе команды старались, много работали. Много было борьбы на поле. Ну и хорошие футбольные моменты присутствовали, как с одной стороны, так и с другой. Безусловно, преимущество так местами было у Краснодара. Мы в первом тайме хорошо контратаковали, использовали моменты свои. Во втором тайме хороший момент был у команды Краснодара. Там спасло нас чудо от гола. Но мы забили первые, конечно, безусловно, должны были, наверное, все-таки в обороне построже сыграть, сохранить ворота сухими хотелось бы. Но в целом, в целом, конечно, мы довольны нечаянным результатом. Мы набрали первое очко, наше дебютное ФНЛ. Поэтому, в целом, так немножко хотелось бы огорчить соперника. Но, видите, так, по идее, так ничейный результат. В принципе, так, по игре, наверное. Для нас первые туры сложились по календарю. Играли такие соперники, там, Енисей, Роутер, Химки, команды, которые ставят задачу попадания в четверку. Ну, мы так неплохо выглядели, да, за исключением результата. Самая главная, наверное, задача у нас была тренерского штаба, чтобы ребята веру в себя не потеряли. Дальше продолжали работать. И всегда, как бы, ну, старались с оптимизмом настраивать их. Ну, сегодня, конечно, безусловно, положительный момент. Там, ничейный результат. Вот, ну, у нас по календарю сейчас через 4 дня уже игра в Томске. Вот, и потом еще через там 6 дней игра в Казани с нефтехимиком. То есть у нас сейчас тройной выезд получился. Да, для дебютанта у нас сначала чемпионата очень такое серьезное. Ну, это хорошо. Я считаю, тут и соперники интересные. И мы, наверное, видим, где у нас сейчас ошибки есть, где надо прибавлять, в каких компонентах, чтобы дальше идти по турниру более с положительными результатами. Поэтому двигаемся дальше. Завтра уже вылетаем в Томск. Да, пропустили, в принципе, там индивидуальные ошибки. Есть закон, да, там, футбольный, там. В штрафной, конечно, надо своих игроков, своего игрока отвечать. И в этих двух матчах, как с Енисеем со стандарта, упустили игрока, гол забил. Также и с ротором в добавленное время не справились там с Санайей, да. Ну, это индивидуальные ошибки, это персональная опека. Конечно, безусловно, мы много времени уделяем игре в обороне. Ну, потихонечку выправляемся. Сегодня такая хорошая у нас игра получилась именно в оборонительных действиях. Мы немножко отошли от нашего футбола, немножко упростили сегодня игру. Обычно мы пытаемся развивать атаки от ворот, вводим мячи. Но сегодня так, соперник был достаточно серьезный. И вот вы появились сегодня в составе Краснодара игроки с основной командой. Вот, поэтому мы немножко перестроились. Вот, ну, видите, дали результат определенный. Ну, мы комплектовались, исходя из тех условий, которые у нас есть. Да, у нас, сами знаете, да, мы, к сожалению, домашние игры проводим в Москве. Конечно, безусловно, сейчас для нас очень важно быстрее в Иваново начать играть. Это очень важно, чтобы у нас стадион прошел требования, которые соответствуют выступлению в футбольной национальной лиге. Вот, мы очень ждем этого момента. И, конечно, безусловно, в дому будет играть намного легче при своем болельщике. Вот, это, наверное, самое важное. А что касается по комплектованию. Вот, пока скомплектовались так, еще есть действительно месяц, еще август месяц есть. Может быть, кто-то появится. Ну, скорее всего, наверное, до зимнего трансферного окна, навряд ли. Сейчас отбойма у нас достаточно молодая, интересная. Есть опытные игроки, много дебютантов. Вот, и поэтому надеемся, что выстроим такой сплав молодежи у нас хорошей молодости и опыта. Вот, поэтому будем выстраивать, будем работать дальше. Конечно, вот такие моменты, набор очков, это всегда определенные для нас подспорья. Для тренерского штаба и для ребят, это хотелось бы, чтобы они еще увереннее в себе были. Я думаю, что от игры к игре будем прибавлять. Я надеюсь, на это уверен, что все будет нормально.